Здравствуйте! Сегодня в нашей программе речь пойдет о фэн-шуй, он снова в моде. В нашей студии ученица известного китайского мастера Шэн Тан Цу, инструктор первого уровня природно-пространственного института Blue Mountain, победитель всероссийского фестиваля экстрасенсорики в номинации фэн-шуй Анна Кондратьева. Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, Елена! Прежде чем пригласить Анну к нам в студию, мы выложили пост в инстаграм с анонсом сегодняшней передачи, где попросили всех желающих задавать вопросы. Большинство наших подписчиков задают следующий вопрос. Что такое фэн-шуй и зачем он нужен? Ну, у всех разные представления вообще о фэн-шуй. Кто-то думает, что это трехлапая жаба, либо колокольчики, либо что-то куда-то. Все, в общем, связано с тем, что какой-то сувенир необходимо купить, поставить в определенное место, и он заработает. Это такое представление. И оно не случайно, потому что многие книги, издания, которые у нас продаются на территории Российской Федерации, именно об этом говорят. Но на самом деле фэн-шуй — это интуиция, это законы природы, это те, которые были, ну вот как Вселенная стала существовать, как Земля образовалась, так и законы природы тоже существуют. Видим мы их, не видим, но они есть, они на нас оказывают влияние. Это вот как электрическая, ну электроэнергия, да? Мы ее не видим, но мы знаем, что она есть. Электромагнитное поле, его мы тоже не видим, но оно есть. Так и фэн-шуй — это законы природы, это именно природно-пространственный дизайн, в котором мы существуем. То есть это наша среда обитания. Если проще сказать, среда обитания. У кого есть хорошая интуиция, тот создает в себе более благоприятные условия. У кого, кто больше подвержен именно моде, веянным или каким-то еще тенденциям, у того может складываться ситуация практически наоборот. Очень интересно. Следующий вопрос по популярности от наших подписчиков — это как гармонизировать мир внутри себя и в своей семье? Вы знаете, самое вот на протяжении всего времени, сколько я консультирую, обучаюсь, а я обучаюсь уже где-то, не где-то, а уже восемь лет в этом институте, и на протяжении всего этого времени консультирую. И самые популярные, конечно же, вопросы — это связанные именно с деньгами, связанные с взаимоотношениями и связанные со здоровьем. То есть это и в том числе гармонизация внутри себя. И каждый раз на мастер-классах, на своих консультациях мне задают вопрос, что же, что же сделать, ждут рецепт, какой-то такой рецепт волшебный. Вот скажите, что купить, куда поставить, и чтобы завтра все, я стала богатой, счастливой и здоровой. На самом деле это утопично ждать именно таких рецептов. И все, что описано во многих книгах, это имеет место быть, но в определенной стране, с определенной религией, с определенными обычаями. То есть у нас не буддизм, у нас свое христианство. И поэтому, если отбросить вообще все это лишнее, то остается чисто в чистом виде законы природы. Какие же советы можно дать, опираясь именно на эти аспекты? Да, именно на эти аспекты. Существуют вообще три уровня. Энергетический, информационный и физический. То есть нужно проанализировать, что же нас вокруг окружает, что на нас оказывает такое влияние, какая энергетика в помещении, в доме. И только поэтому по анализу этих всех составляющих можно судить, благоприятно, неблагоприятно, и что, на какую сферу деятельности это все влияет. Для того, чтобы определить, какие формы, в каком мы доме живем, целостная форма, либо она какого-то изогнутая, ломаная или еще что-то. Почему форма оказывает влияние? Вот, например, мы смотрим на смайлик, который улыбается, и на смайлик, который печалится. У нас ощущения разные. Конечно. Мы заходим в прямоугольное помещение, обычное, квадратное, прямоугольное, как это, студия, например. Или мы заходим в цирк, или на спортивную арену. Там совершенно другая энергетика. Там круг, это динамика. То есть формы на нас оказывают влияние. И люди. Люди настолько все разные. То есть кто-то у нас вызывает симпатии, кто-то вызывает антипатию. Поэтому отметать наличие именно воздействия на нас вот этих форм нельзя. Это очень важно. Поэтому при анализе, при определении, что нам мешает, например, достичь гармонии в себе, достичь здоровья, хорошего здоровья, гармоничных отношений, благосостояния, нужно посмотреть все-таки на свое место обитания, на свое жилище, на место работы. Что на нас влияет? Вот берем 24 часа в сутки. Где мы находимся? Больше всего это место сна и место работы. И посмотрите вокруг себя. Что же у вас, вокруг вас находится? То есть может быть такие какие-то вещи, которые вызывают, например, негативные эмоции. Те же картины. Либо у вас висит зеркало напротив вашей кровати. Практически советую, что вот я, например, пришла на место работы или домой. И так там что-то убрать, что-то перевесить. Но смотрите, вот мы сначала смотрим просто ваше здание, да? Ваше здание, либо дом, ваше жилище, где оно находится. Первое – это место, местонахождение, положение ваше. Затем мы смотрим, какой поток энергии в помещении. Какой поток энергии? Энергия в Финшуе называется энергицей. Как ее определить? Да по свободному месту, пространстве. То есть запустите ребенка в любую комнату, куда он побежит, есть ли где ему разбежаться. И как он побежит, наткнется ли он на что-то, да? Обычные дети, они настолько неугомонны, что бегут и падают, и не смотрят под ноги, да? То есть может быть пространство абсолютно чистым с середины комнаты, но тем не менее захламлено именно на полу. Очистите свое пространство, пустите эту животворящую энергию. Это как один из советов. Потом должно быть свое ощущение. Вы проверьте свое ощущение. Какие у вас ощущения? Если вам что-то мешает, послушайте себя. Например, вы на работе сидите спиной к окну. Ну, к примеру. Либо ваша кровать расположена именно с изголовьем к окну. И либо вы лежите и не видите входящих в вашу спальню. Вам разве будет удобно? Будет ли у вас такой, скажем, глубокий сон? От таких мелочей может зависеть благополучие человека. Конечно. Вот смотрите, мы спим 8 часов в сутки, да? Ну, к примеру, в среднем. 8 часов. И если наше подсознание может в это время не спать, если у нас за спиной окно в изголовье, то оно постоянно контролирует, что там может быть оттуда опасность. Именно с окна может идти опасность. Поэтому вам кажется, что вы спите. На самом деле у вас очень такой поверхностный сон. И это, естественно, ваше недосыпание сказывается на вашем общем самочувствии и на вашей трудовой деятельности в том числе. Также и на работе. Вы сидите у вас за спиной, например, окно, либо дверь. Люди входят и выходят. Вы не видите, кто входит. Вы постоянно пытаетесь его контролировать. То есть вы отвлекаетесь. И сосредоточиться на конкретном, на каком-то задании вам очень трудно. Поэтому обращайте внимание именно на то, как вы сидите. Могу объяснить, чтобы не быть голословной, почему это очень важно. Почему именно мы обращаем внимание за изголовье и за спиной, что у нас есть. Что у нас главное. Вот у нас есть руки, ноги. Но если они у нас повреждены, к примеру, то человек инвалид, но он может себя обслуживать. Если не видит, не слышит, плохо говорит, то тоже он может себя обслуживать. Но если у человека поврежден позвоночник, то этот человек без посторонней помощи не может обойтись. Поэтому очень важно, именно он является стержнем, горой. В феншуе это называется гора. То есть важный аспект – это гора. А гора у нас что, когда мы спим? За спиной, чтобы у нас за изголовьем была глухая стена. А когда мы работаем, то в том числе и когда работаем. То есть тоже должна быть стена. Интересная философия, Анна. Вот практический совет вы можете дать по поводу того, как привлечь богатство, деньги в дом? Это следующий вопрос, который актуален у нас в нашем посте. Это вот именно нужно провести анализ. Вот с этого начинается. Как вот не крути, а нужно провести анализ. Как вы располагаетесь? Вот это первый практический совет. Все рекомендации те же самые. Те же самые. Потому что нужно, мы смотрим от анализа, от того, что за 24 часа в сутки на нас влияет. И как на нас это влияет. Анна, а насколько сейчас востребовано данное направление? Очень востребовано. Как среди физических лиц, так и юрлица. Это такие компании, очень известные в Волгограде, государственные структуры, большие крупные торговые центры. Очень радует то, что не только Волгоград, но и Южно-федеральный округ, и даже наши столичные жители тоже прибегают именно к этим знаниям в большей даже степени, чем у нас в Волгограде. Немножко Волгоград, как сказать, он очень скептически немножко относится к этому, но тем не менее пробует. Это же феншуй-то как? И мне вот, например, нельзя верить на слово. Нужно взять и проверить. То есть, если я даю какой-то совет, переставить куда-то, либо обратить на что-то внимание, не надо принимать это все, надо сделать и посмотреть. Феншуй работает ровно две недели. То есть, энергия начинает течь по-другому и оказывает на людей, на жильцов, либо на рабочие места именно в течение двух недель. В двух недель начинаются перемены. И когда я начинаю свою консультацию, я спрошу, вы готовы к переменам? Потому что они могут быть абсолютно разные. И не надо воспринимать, что какое-то изменение в жизни – это плохо. То есть, когда существует какая-то проблема, то есть она у нас вот так, то есть очень близко. И мы ее воспринимаем как какой-то гигантского размера. Когда проходит время, и мы понимаем, для чего это было дано и к чему это привело. Вот на примере. У меня была одна клиентка, она уже сейчас перешла в разряд хороших друзей, потому что у нас существует с ней постоянная обратная связь. И когда 8 лет назад она была в числе первых моих клиенток, обратилась ко мне, я говорю, ты готова? У нее была работа, постоянная работа, у нее была семья, все было как бы хорошо, но что-то не хватало. Она меня к себе пригласила, я говорю, ты готова? Ты готова? Будут изменения? Она говорит, да, конечно. И тут мы начали анализ всего в ее помещении. Тут же переставили вместе с ней кровать, посмотрели, что как влияет, все три уровня проверили, и информационные, и энергетические, и физические. Проходит три дня, она звонит. Аня, у меня теперь нет работы. Что такое? Я говорю, что переставляем обратно? Она смеется, говорит, нет, я хочу посмотреть, что будет дальше. Да. Я говорю, все можно повернуть. Нет, 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 мне все устраивает. Так, чему это привело? Буквально через неделю она устроилась в частную компанию, то она работала в государственной. После этого, посмотрев, как работает частная компания, она открыла аналогичную свою компанию. На сегодняшний день она процветает. У нее семья. Кстати, муж тоже сменился, но тоже в лучшую сторону. Вот. Они ждут третьего ребенка. Абсолютно счастливы. Благосостояние растет. Что еще может быть лучшим доказательством, когда ты видишь на глазах, как все меняется. Например, многие переезжают с переездами, либо просто дома делают ремонт и перестановку. Они замечают, что их жизнь начинает меняться. Они начинают искать причины в чем угодно, но только не в том, что не связывают это именно с перестановкой. На самом деле, вот именно та форма и то расположение основных мест, оно и повлияло именно на это. Потом энергетика дома. Еще совет какой. Нужно просто посмотреть, какой же ежедневно на вас незаметно, незаметно окружающим оказывает тот дом, то здание, в котором вы живете или работаете. Анна, насколько древняя китайская философия? Фэншуй сам. Ну, вы знаете, в разных источниках по-разному датируется. Она где-то 6 миллионов лет, где-то 4 миллиона лет. Но школа форм, она была изначально. То есть та, которую я изучаю и практикую, она уже более где-то 6 тысяч лет. Поэтому стоит к ней прислушаться и именно к этим советам. Но вы знаете, на Руси тоже был свой фэншуй, если мы его называем таким же... Что вы говорите? ...таким же термином, только никто не называл его так. Были свои просто обычаи. Обычаи строить избу в определенном месте. То есть селения были в определенном месте, где была хорошая природа, где было много зверей, живность была. Рядом с водоемом. Это обязательно. И все избы находились как бы направлены к водоему, чтобы было удобно выйти, набрать воды, осуществить стирку либо еще что-то. И избы какие? Вот на Украине существует музей Пирогова. И вот там как раз представлены именно образцы тех изб, которые были у нас еще в Древней Руси. Ну и по картинам можно тоже их воспроизвести. Так вот, какая закономерность. То есть дверь находится всегда по центру дома. Вот всегда по центру дома. О чем это говорит? То есть это абсолютно гармоничное жилище. Абсолютно гармоничное как для мужчин, так и для женщин. То есть энергетика в нем гармоничная для развития, для благосостояния, для семьи, и вообще для всего. Где ставилась печь? Печь ставилась практически по центру. Это очаг был, да? Либо вот она была направлена около, вдоль стены, но тоже где-то в центре дома. Существовал красный угол. Что это такое? Это там, где была икона, где был стол, где были кровати. Кровати никогда не ставили кровати по центру. Не было лавочек, которые тоже стояли просто по центру, как сейчас у нас, да, диваны в квартирах, студиях ставят просто по центру, а за спиной абсолютно пустое пространство. Такого не было. То есть существовали определенные правила. Дело в том, что если китайцы их записывали и передавали из поколения в поколение, то на Руси это просто передавали из уст в уста, но так как у нас было много войн, была революция, где все запрещалось, то есть и они со временем как-то потерялось. И больше стал уклон именно на моду, на, именно на дизайн. Вот на такое направление. Анна, нашу основную аудиторию представляют самодостаточные мыслящие люди, много из которых директоров, бизнесменов, владельцев крупных предприятий. Я думаю, интересно было бы послушать ваши практические советы, как фэншуй влияет на бизнес-сферу. Это моя, наверное, самая любимая тема. Замечательно. Дело в том, что именно эта категория людей, бизнесмены, они настолько уверены, что успех бизнесу предопределяет количество денег, квалифицированные сотрудники и собственный ум, наверное. И вот тут там они ошибаются, что они такие же люди, они так же живут 24 часа в сутки, у них так же есть рабочее место, которое оказывает на них влияние. То есть фэншуй в бизнесе, он просто необходим. Это мой многолетний опыт говорит о том, что таких результатов, которые были достигнуты после консультации, они думали, что вот до консультации у них все и так хорошо, ну вот просто вот дай приглашу специалистов. Но когда потом начинается вот этот вот процесс трансформации и какие-то изменения, они говорят, да если бы я раньше знал, то конечно бы я вас пригласил бы еще бы раньше. Какие советы? Нужно посмотреть, во-первых, с чего начинается бизнес. Это выбор вида деятельности, выбор логотипа, а логотип это что? Что? Это ДНК, которое прописано в нашем визуальном объекте. То есть то, что мы закладываем, как мы будем развиваться. Это один аспект. Второй, именно здание офисное. Вы заметили, что у нас в Волгограде часто на одних и тех же зданиях написано аренда, аренда. То есть постоянно арендатор меняется. С чем это связано? А с тем, что вот именно у этих зданий определенная энергетика. Нет горы. Про что я говорила, про позвоночник, да? То есть у нас есть река Волга протекает, и поэтому ландшафт, место, положение этих зданий находится не на абсолютно ровной поверхности. То есть ландшафт у нас имеет уклон именно к Волге. И многие здания, которые в прибрежной зоне находятся, они именно так вот и находятся, именно без горы. Как это без горы, да? Чтобы вам было всем и слушателям понятно. Вот представьте, вы сидите на стуле, и вам подпилили задние ножки. И сказали, сиди ровно. Да? Как вот ровно, да? Как ровно? Для того, чтобы сидеть ровно, вам нужно приложить усилия. А для того, чтобы у вас была еще динамика, положительная динамика вверх, вам нужно еще больше приложить усилий. Поэтому те здания, которые, вот, например, идут по проспекту Ленина, да, именно со стороны проспекта Ленина, ну, вот возьмем где-то район Комсомольской улицы, да? Все напряглись, кто работает в районе Комсомольской. Вот все здания именно со стороны улицы, они и испытывают эту энергетику. То есть у них постоянно, им нужно для того, чтобы выжать, какую-то энергию приложить, а потом еще и чтобы было в прибыль, надо еще больше. Поэтому немаловажно именно местонаположение офиса. Немаловажно. А вот еще пример, очень-очень-очень наглядный. Проспект Университетский. Находится Лента и М-Видео. Они рядом, что ландшафт одинаковый, все одинаково. Но расположение этих зданий совершенно разное. И наполняемость торгового центра как Лента намного выше, чем торговый центр М-Видео. Потому что она находится также, ее вход смотрит именно на проспект Университетский, на дорогу. Еще есть один определяющий фактор, это наличие парковки. У Ленты какая парковка, и у М-Видео какая парковка. Мало того, это сейчас сделали уже на сообщающейся так скажем парковке. А до этого у них были абсолютно разные заезды, и они сами себе именно уровнем парковки ограничили поток людей, своих покупателей. Плюс ко всему, нет у них подпилены ножки. Вот эта энергетика зданий излучает именно то, что им нужно какие-то усилия прилагать. очень интересно, много всего нового я сегодня узнала от Анны, и надеюсь, что ее советы пригодятся нашим подписчикам и зрителям. Спасибо, Анна, за интервью. Спасибо вам, что пригласили меня. Субтитры создавал DimaTorzok